В программе Lightroom очень удобно тонировать фотографии. Я покажу вам один из вариантов тонирования. Сейчас он находится перед вами на мониторе. Вот такую тонировку мы будем делать для фотографий. Данный эффект тонирования подходит практически под любые фотографии. Просто настройки будут нужны для каждой фотографии свои. Поэтому сейчас я буду показывать настройки именно для этой фотографии. Для других необходимо будет что-то подделывать. Потому что цвет у всех фотографий разный. И в принципе снимаются тоже разными камерами. Для начала мы сбросим все настройки и начнем с самого начала. Вот такая у нас фотография изначально получается. И то, что мы будем делать, это мы будем калибровать камеру. Здесь у нас есть несколько вариантов ползунков, как красный канал, зеленый и синий. Но необходимо будет сейчас поработать с красным каналом. Мы поработаем только с тоном. Так, примерно где-то в 21. Значение примерно такое ставим. Сейчас смотрим все это примерно на глаз. Как это все выглядит, нравится, не нравится. Убавляем немножко синего цвета. Где-то до такого значения. После этого мы переходим к основным настройкам. И здесь мы будем уменьшать или добавлять тени. Чтобы они стали на самом деле такие примерно до 30. Белый наоборот мы уменьшим, чтобы изображение у нас стало немножко таким темным. Уменьшим где-то до 40. Можно поставить 41. Посмотрим, как это будет выглядеть дальше. Повышаем четкость изображения. Здесь совсем немножко нужно. Где-то примерно 12. Для данного изображения будет вполне достаточно. Давайте будет 11. Сочность мы уменьшим, чтобы изображение было не таким насыщенным. Это как эффект такой. Есть фильтр в фотошопе вибрации. Вот на этом. Примерно так он работает. Если вы пользуетесь данным фильтром, очень удобно повышать, точнее понижать насыщенность цветов. А здесь мы уменьшим до примерно 44. Так будет нормально. Насыщенность тоже необходимо будет уменьшить. Но эту насыщенность мы будем еще калибровать. Если вы что-то сделали не так, это можно будет изменить под конец. Здесь все сохраняется и можно будет менять. Перейдем к тоновой кривой. Здесь у нас не забудьте поставить, нажать на данную кнопочку, чтобы мы смогли сами регулировать эту кривую и перемещать в виде точек. Мы сейчас немножко повысим, скроем как раз непосредственно черные цвета, чтобы изображение стало таким бледным. И с помощью S-образной кривой мы эти цвета в некоторых местах вытянем и изображение получится такое, которое нам нужно. Так, здесь ставим, опускаем. У нас получается вот уже более-менее хорошее изображение. Вторая у нас кнопка сделаем в этом месте и получается у нас такая наподобие S-образной кривой. Можем даже скрыть и посмотреть, что у нас получается. Вот такое вот изображение. Переходим чуть пониже. Будет у нас здесь раздельное тонирование. Как раз именно данный пункт отвечает нам за тонировку. Здесь есть несколько фишек, таких вот, которые помогают непосредственно производить тонирование в том свете, который нам нужен. Здесь мы настроим сначала тени. Здесь у нас цветовый тон. Нажимаем на клавишу Alt и начинаем перемещать тон. Как видите, у нас сразу перемещается и у нас получается такой цвет, на который мы должны, в принципе, ориентироваться. Он нам показ, какое изображение будет у нас. Здесь мы выставляем значения где-то таких в теплых тонах. Значения примерно от 27-28. Отпускаем Alt и у нас получается такое изображение. Сейчас мы повышаем насыщенность до 23. Вот примерно 23. У нас получается такой вот теплый цвет. И как, в принципе, советует большое количество людей и, в принципе, пишут в книжках, если вы выбираете в тенях теплый цвет, то в свете он должен быть холодным. Или же наоборот. Если цвет у нас будет теплый, то тени должны быть холодными. Тогда человеческий глаз будет воспринимать картинку более, как говорится, радужно и не будет отвергать ее просто эмоционально. Поэтому мы сейчас нажимаем опять клавишу Alt, подбираем холодный оттенок. Где-то примерно 199 выберем, такой голубоватый. Можно 200 выбрать. И то же самое подвигаем у нас ползунок насыщенности. Примерно 38 поставим. Вот 37 будет у нас. И подвинем баланс. Баланс отвечает нас полностью за теплый или холодный оценки, который будет преобладать фотографией. Нажимаем Alt, и мы как раз будем видеть, как у нас это все происходит. Мы поставим где-то примерно плюс 27. Вот такой вот холодный оттенок. И добавим немножечко виньетки. Переходим в эффекты. И здесь величину поставим где-то минус 24. Можно даже поставить минус... Давайте минус 29 поставим. Посмотрим, какая виньетка у нас. Очень интересно получается. Теперь если нажмем обратную слэш, посмотрим изображение, которое было до, и которое стало после. Также можете их сравнить. Вот такое вот у нас изображение. Такой раз удобнее смотреть, как получилась такая у нас виньетка. Как же создать этот пресет? Как я уже показывал, переходим в параметры пресетов, нажимаем на плюсик, называем тон, то есть называем имя, которое мы хотим сделать. Я хочу назвать тон. Здесь мы выставляем только те параметры, которые мы хотим. Вот в принципе зерно мы не использовали, хроматическая аберрация тоже не использовали. Трансформировать, правка профиля объекта. Баланс белого, если даже будет, убираем, потому что для каждого изображения он выставляется отдельно и индивидуально. Так, четкость у нас была, раздельное тонирование был, цвет, насыщенность. Так, лечения цвета у нас этого не было. Так, мы вроде делали с цветом. Так, блики, тени, контраст. В принципе, на этом можно пока оставить, создать. И посмотрим, что у нас получается. Выберем другое изображение, переменим к нему. Вот получается такой цвет. Но так как мы тогда использовали непосредственно другие цвета, так, здесь у нас посмотрим, что может получиться. Мы можем насыщенность или баланс немножко сместить в другую сторону. Изображение будет уже более-менее похоже на то, что мы хотели. Но данный пресет будет работать только для тех изображений, которые сняты при тех же выдержках, при таком же свете, при таком же оттенке. Если же он будет как-то иначе, то нужно будет еще больше корректировать. Поэтому советую не надеяться на пресеты, а обрабатывать одну фотографию из серии, а после этого уже применять данный пресет к остальным фотографиям. Спасибо за урок. До встречи в следующих уроках. Там будет еще интереснее, чем здесь.